Привет! Мой прогноз на матч-финал Кубка Лиги. Манчестер Сити играет против Арсенала. И, естественно, конечно же, сейчас все понесутся ставить на Манчестер Сити. Но мне кажется, для финального матча, где ставки высоки, и думаю, обе команды будут предельно осторожно играть, такой коэффициент низкий на победу Сити, это неправильно. Хотя бы потому, что Сити вылетел из Кубка Англии сравнительно недавно, последний в своем матче. Да, многие считают, что вот, Арсенал проиграл Эстер Сунда. Но уж извините, Арсенал матч против Эстер Сунда не играл основным составом. Те футболисты, которые будут играть против Сити, они отдыхали. Там разве что Аспина, ну и может быть и Вобби и Уилшир появятся в старте против Манн-Сити. Остальные же будут, я думаю, на замене. Касаемо Манчестер Сити, команда в своем боевом сильнейшем составе не прошла. Да, скромный Уиган, который выступает в третьем дивизионе. Да, вы скажете, была команда удаления. Ну и что? Что это меняет? У них удаление может быть и матч против Арсенала в финале Кубка. Однако весь тайм Сити играл в равных составах, а забить Уигану так и не смог. Это сильнейшим составом. Поэтому я бы не стал разделять ваши эмоции по поводу Сити. Какой он классный, суперский. Да, Сити в этом сезоне очень хорошо играет. Но я не буду ставить на победу Сити за такой коэффициент. Естественно, я ему не буду предлагать брать победу Арсенала или даже какую-то фору. В этом нет смысла в финальном матче. Однако я вас предупреждаю о том, что Арсенал может в этом матче удивить, потому что Сити для него очень удобный соперник. Просто сами посудите. В 11 последних матчах между Манн-Сити и Арсеналом Арсенал побежал 5 раз, 4 раза была ничья и лишь 2 победы Манн-Сити. Причем в большинстве из этих игр Сити считался таким же явным фаворитом. Но ни в одном из этих матчей, где Арсенал победил, я не припомню, чтобы Арсенал не победил как-то не по делу. Арсенал победил матч за суперкубок Сити еще годом ранее. Арсенал в полуфинале Кубка Англии в том сезоне тоже победил Манн-Сити. И все было на самом деле по делу. Все было по делу. Арсенал заслужил эту победу. И Арсенал выбил также из Кубка Лиги в этом году Челси. Победил Челси матч за суперкубок. И победил Челси в финале Кубка Англии прошлого сезона. И во всех этих матчах Челси тоже был фаворитом. Вот я к чему, друзья. Тем более, что в этом матче у Арсенала не будет играть Мхитарян, что безусловно плюс, потому что он был ужасен в матче против Стерсунда. Также ужасен был Уэлбок, который тоже вряд ли сыграет в этом матче. Потому что есть Абамиянг, который пришел в Арсенал топ-форвард. И, возможно, он несет вклад в нужный результат для Арсенала в этой встрече. В общем, я не знаю, кто здесь победит, кто проиграет. Но я знаю, что здесь однозначно будут голы. Обмен голов, я думаю, гарантирован. Моя ставка на этот матч. Обе команды забьют плюс тотал меньше 5,5 за 1,82. И если мы посмотрим на матчи ВПЛ, Ман Сити и Арсенал, то много голов, как правило, забивается. В последних 5-6 матчей Манчисер Сити обе забьют ставка проходит. В последних 7 из 8 матчей Арсенала тоже обе забьют проходят. В личных встречах, тоже в 7 последних встречах между Арсеналом и Ман Сити, ставку обе забьют. Плюс тотал меньше 5,5 проходит. В то же время, много голов я в этом матче не ожидаю, потому что все-таки финал Кубка, высока ответственность. И достаточно много внимания будет уделено обороне. Не думаю, что будут какие-то разгромные счета. Поэтому обе забьют плюс тотал меньше 5,5 за 1,82. Сам лично еще возьму ставку на проход Арсенала, то, что он завоюет трофей. Коэффициент 3,26. И грех не взять эту ставку. Но вам все-таки рекомендую взять именно первое событие. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео, обязательно жмите на колокольчик. И переходите в другие соцсети. Павлю ВКонтакте, канал Телеграм за дополнительными экспрессами. И в Инстаграм, чтобы забрать дополнительные прогнозы. Успехов вам. Увидимся в следующих видео.